Прямо как в жмурках Логично Тридцаточка смотри какая красивая Замечательная Что-то мы зачастили к Стрэнджеру А это все потому что Вот там стоит замечательного цвета Прекрасного цвета ХЗ Когда-нибудь он обязательно достанется брату Терин Стрэнджер Здравствуйте Я спешу заметить у вас чек горит Это не первый раз все нормально Это же BMW Слушайте и вы как-то очень Младелец BMW заезжая в Макдональдс Когда его спрашивают вам чек нужен Отвечают что? У меня есть свой Как-то ты плохо выглядишь Настроение не очень А что случилось? Покупка автомобиля прошла прекрасно Но регистрация его на учет в ГИБДД не усдалась Хочу об этом поговорить А я не хочу Так что случилось то? Арест? Почему? Ипотека Все владельцы BMW нищеброды Я вдруг подумал Я постараюсь не просрачивать И платежи Мне Томарса тоже будет на ресте Сколько? Долг? Да Два и три Два и три миллиона? За девяносто? Да? Недорого Плюс стоимость его покупки получается Два и семь Мне кажется чек ярче стал сейчас Да Где-то там В чем проблема? Давай сейчас берем дрын Едем хозяина искать Я с утра ездил И что? Сказали что снимут до 14 ноября Ну ты с ним имел опыт? Контакта Контакта Это не он, а она Прессовать даму с трехмесячным ребенком как-то не очень получается А, то есть ты у женщины купил машину? Да Я купил у ее пеннис френда Но тачка висела на ней Так Поэтому должник она А еботека на ней? Да А ты когда тачки покупаешь Не пробовал их пробивать? Да, я кстати хотел об этом поговорить Да, есть специальный сервис ССП Я понял Ладно бы кто-нибудь другой Ладно Шлихенмайер Понимаешь, ладно я Ладно Сергеевич Лохи Лохи Но сам Стрэнджер Ты же знаешь кто такие водители БМВ НИЩЕБРОДЫ И покупать тачку И не пробить ее на арест И запреты Я давно хотел спросить Вы такие умные Вам череп не жмет, нет? Мне жмет У меня волосы часто в это лезут Вот я ее когда брал Запрета не было А когда поехал в ГАИ Запрет появился Сейчас же нельзя поехать Они чувствовали Они знали Что вот-вот Уплотник идет Знаешь как было? Давай тачку Ну тачку надо срочно продать Нормально все Давай Мы дам ипотеку не будем платить Тачку продали У меня 300 Там коронавирус Долг переструктуризирую Ооооа Давайте так За должность Судебным приставом Приходит в месяца Через 3 Они долго не платили? Чувствовали? Знали? Ты чё, кто не скрывает? Не сыпь мне сахар в пиво. Если бы сейчас прекрасная МРЭО работала, как работала раньше, то есть приехала и поставила тачку, но нет, ты должен приехать взять талончик. Я взял талончик, приехал на Салово. Прекрасной женщине в окошке номер 2 не понравилась какая-то загогулинка в договоре купли-продажи, меня завернули. Мы переписали договор. Когда я взял талончик на второй раз, машина уже была в аресте. Дорогой друг, ты в следующий раз просто позвони. Не покупай БМВ. Просто позвони. Просто, брат, позвони. И БМВ больше никогда не покупай. Ты должен зарабатывать деньги на БМВ, а не тратить. Ездить надо было на каршеринге. Джейль, замечательная тачка, можно прямо сейчас посмотреть. С каких пор ты тачка стала? Подожди, отдам за сумму долга. Пока шпихина не пришел. Мне не тачка, мне машина нужна, братан. Ой, началось. Мы сейчас с вами договоримся до того, что двигатель не заводят, а запускают. Запускают руку в трусы, блядь. Да, да, да. Как там? Даже была ответочка. Подожди, двигатель не заводит, а запускают. Ага, запускают руку в трусы. Нет, запускают, там что-то писю в попу, когда они что-то завести не могут. Защику. А, ну да. Ну, водитель БМВ. Вам виднее, господа. Я запускал, я знаю. Владелец Джейля спорит с владельцем бывшим каризмы. Спорит, что кому, кто запускает. Ну, это замечательно. Так, слушайте, это все, господа. Это все с аутчат, это все с интернета. Все, не надо. Да, да, да. Где Шлихин Майя? Не знаю. А Шлихин Майя, как специалист поддвижимости, я ему звонил, консультировался. Он там тоже что-то промычал, что такое может быть при реструктуризации долго. Посмотрим, чем это закончится. Пока что немножко грустно. Возможно, пойдет в распил. Ты, кажется, чайник ставил. Прости, я выключил. Было много шума. Продолжим о водителях БМВ. Значит, Саня купил на разборке дефлектор, который сломали. Ну, Саня, ну как это? Вот это же плохо. Ну, давай просто переставим с того. Да сейчас, я второй раз на это не поведусь. На разбор этой штуки. Ну, чем это надо? Нормальная тема, да? Все, новенький. Сам будешь менять? Нет, конечно. Нам нужен сервис. Не знаешь, какому? Саня, зачем целиком откручивать? Переставь только морду и все. Да, я там... Ты же умеет. Ты не знаешь людей из сервиса, кто БМВ разбирается? Нет, 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 нет. Официально делю. Здесь тоже не разбираются. Я в 10-е там покупал, а потом на минус 360 приехал. Не надо менять. Ты что, не рассказывай тебе эту историю? Рассказывай. Ну вот. Да, переставить. А, это... Камера, вот я сейчас тоже буду дефлектор вот так. Я еще на амортизатор, кстати, привез. Кого? Ну, амортизатор багажника. Ну, на ХЗ, который... Мы что приехали-то? Я привез... У меня тут стоят уже... Новых. Не золотых, а новых. Глупо ставить на бушную машину новое запчасти. Серег, а куда ты подачи дозвониться, чисто для саморазвития? Ренессанс. А, ренессанс страхования? Сегодня какой-то очень интересный день. Все пошло не так. А это значит, в такие дни мы обычно ничего не делаем. Я не собираюсь ничего делать. Ну, сбросили? Лайк. А что такое? Ты виноват или не ты? Нет, конечно. Вот я тоже не виноват. Водитель, а мы никогда не виноваты, кстати. Идем делать ХЗ. Что-то пойдет не так стопудово. Да? А, тебе в стоячий въехали? Да. А? Ой. Не закрылся. Не закрылся. Вот раз там бушистов у них ломается просто. Раилова. Он опять купил бушный. Да. Да ты что приказался? Он 18 косарей стоит. У него амортизатор колесный 2 стоит дешевле, чем 18. Зачем на бушный автомобиль покупать новые запчасти? Все правильно. Она же новая для этого автомобиля, правильно? У него вот эти вот подвески, амортизаторы, блин, по сколько? По 7 или по 8 тысяч? Почему этот 18? Объясни мне. Потому что он чаще ломается, чем тот, который нахер сет. Я этим не помню все раз в 7 лет. Слушай, Сань, поговори со мной. Послушай логику. Смотри. Мы знаем, что на ХЗ это болезнь. Потому что криворукие умудряются закрывать крышку багажника и не нажимать лоб. Подожди. На ХЗ это болезнь. Правильно? Правильно. Нет. Какой вариант? То есть какой процент успеха, что деталь с разборки не стояла на машине, где криворукие владельцы БМВ его так же не делали? Очень большое, потому что это гарантия. Здесь не именно проверку. Поэтому если он не работает и покажется плохим, его просто вернем. Это раз. И так будет 8 раз. Какая разница? Тогда он на 5 раз отдал за работу больше, чем стоила новая машина. Он поменял. Сколько стоит? С этого? Да. Я думаю Хабаровск не меньше. Хабаровск. Ну нахуй ты че? Он еще и весь в зеленой краске, ядрит Мадрид. Нормально, нормально. А у него все запчасти. То в золотой, то в зеленой. Как ты, как ты, братану, точку отдашь? Я не понимаю. Тихо, вы не тарахтите. Там в нем пружинка. Мы ее достанем, закажем пружинку, вставим туда пружинку. Вон тот вот второй. Это вверх Крылова. Пружинка по 2 косаря. И потом на авито продадим. Сань. Ты здесь ориентируешься, Сань? Сань, послушай меня. Если послать дорогу, найдешь. Сань, я дефлектор помню. Ты тоже говорю. Да сейчас вся фигня. Сейчас переставим. Сейчас переставим. 4 человека манали с течением 5 часов. Потом ты сказал. Потом это все хрупкими дрожащими руками принес к машине. Сейчас, сейчас, сейчас. Все развалилось. Зато теперь. Так же будет? Ну, допустим. Зато я купил опыт. Купил тебе новый дефлектор, вон лежит. Теперь будет новый стоять. Что поделаешь? Может быть ты его за опыт будешь платить уже? Мы же... Я уже, братан, получил опыт. Получил дефлектор. А мы просто про Е. Подожди. У тебя этот опыт есть у вас. Вы могли мне просто сказаться... Мне с самого начала сговорили. Ты новые детали, не занимайся нёй. Подожди. Мне сейчас сказали. Купить новый амортизатор, ты продолжаешь заниматься нёй. Хуёвый совет. В смысле? Ну, в смысле купить новый. Рига. А брату? А брату? Да, да. А брату? Брату? Брату. Он наверняка сказал, я купил новый за 18. Но это мы чисто постанову для видео сделали. Типа бэушной краской его помазали. Спасибо тебе, брат. Я думал, как разусчик. Ё-моё. С тебя, Кацарь. За три купил, 15 карман. Не, брат ещё... Ну, он ещё отойти не может, что джилкат. Не купил. Не купил. Да. Свою телехозяйственную. Куда кому отдать тебе? А я лучше тебе, да. Я, кстати, номера вот с него ещё продал. Братяльник Даляна требует. Я думаю, что... Ну, в смысле, я же продал, правильно? Знаете? Вот этот вот уголок. Это запчасти на 90, который, сука, в аресте. Даже на него нормальные люди покупают новый абортизатор, новый продюсер. Боджи. По 3,50. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Боджи. 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 Это насрать. Ну и что? Суть не в том. А что? Вот этот человек с горящим чеком и пуканом на протяжении... Ну, я его лет 7, наверное, знаю. На протяжении 7 лет чесал мне одну и ту же истину. Давай. Ничего, кроме оригинала, не существует. Так это же он тебе говорил. А-а-а! А сам-то, ну что? А сам-то? А сам Боже. Братан, есть оригинал BMW, а есть заменители, которые идут в оригинале. Ты сейчас как на форуме BMW-шников оказался и начинаешь взять всякую хуйню объективно. Объективно покупать амортизаторы те же самые, только с наклейкой BMW, я не вижу смысла. А Боже это первый заменитель? Боже, Saks, Limpfjorder, ZF это один концерн поставщиков на конвейер. В оригинале вы купите амортизатор, на котором будет написано Saks или Боже и оригинальный номер BMW. Сейчас все станут на его сторону. Я вам отвечаю. Ну, если вы поймете, как логистика и запчасти, которые поставляются в одну страну, отличаются от запчастей, которые поставляются в другую страну. То есть, по-твоему, производитель делает несколько конвейеров для разных стран. А помнишь, как в советское время было ОТК? Понимаешь, хорошая запчасть, сразу на оборонку. Значит, все похуже запчасти. То есть, по-твоему, у них со 100 штук идет... Дайте, будем в ремонт. Дайте, будем в ремонт. Дайте, будем в ремонт. Дайте, будем в ремонт. Наш диалог. Стой. Со 100 штук идет брак, а процентов 50. 50% хороших отправляются на завод BMW. Еще 20% идет так, BGS, Saks более-менее. И совсем говно идет уже как Optimal и прочее, да? Что тебе мешает при современном развитии печатного дела у нас в Китае? Давай, стратегических партнеров не обижай. Напечатать огромное количество коробок таких вот. И нашим стратегическим партнерам, которые здесь на территории необъятной родины занимаются, говорят, пацаны, послушай. Шлихенмайер сам же приносил фильтр масляный вот этот вот, который просто... У него чуть-чуть не тот шрифт напечатанный. Во-первых, это Шлихенмайер. Ну понятно. Он не знает, где покупать. Мы же не говорим теперь, что все, оригинал BMW говно. Нет, его просто надо знать, где покупать. Где он будет настоящий, а где паленый. В чем проблема по вашему также с амортизатором? Я вас очень прошу, давайте ремонтировать машину. Вы разговаривай, мальчик. Мы просто уже все знаем, что твоему амортизатору хана изначально. Что вот этому, что вот этому. Это просто потеря времени. Поэтому ты просто, Хабаровск, отдай и иди дальше. Резюмируем. Запчасти надо брать просто в проверенных. Сумму. Сумму. Ты же, сударь. Водитель BMW и сумму. Нет, 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 нет. Ты же, сударь, почему-то не купил оригинальные амортизаторы с пневмобаллонами, а ты почему-то купил заменитель качественный. Я не спорю. Этой же фирмы, собственно, пневмобаллоны ставим мы. Сейчас, сука, логикой меня бьет, да? Ага. Товарь. Лайки, лайки ему. Ты же почему-то не поставил оригинальные? Не поставил оригинальные? Но ты и не стал кроить. Ты же не поставил самый дешман? Что там было? Я не помню. Доминант там, не суть какой-то. Мне ФСССР через день отправляют. Да что вы сиськи-то мнете? У нас еще память на себя. А можно отправлять его так? Сказать, что мы поменяли амортизаторы. Бери инструмент, не суть. Так я бы знал, какой хотя бы. Я же даже не знаю, как выглядит, чтобы там пройти. Топор. Короче. Топор, когда вернешь. По-прежнему. Мы им открутим. Истина рождается в комментариях. Все. Я читал. Все в данном автомобиле и вообще в принципе у людей строится на балансе. Баланс цены и качества. Хорошо, когда 90к в аресте. Все это противоречие. Хорошо, когда у тебя не GL. Понимаешь? Лучше 90к в аресте, чем GL. Любой владелец 90к тебе скажет. Открывайте сюда. А еще лучше, когда он не какашка выйдет. Да, вот это согласен. Это вообще офигенно, да? Мерзота. Это Мерседес или нет? Да, мне цвет нравится. Идите в сраку. Вот в сраку он у тебя и был. Откуда он вышел? А что ж надо хозе коричневый? Он не коричневый, он серенький. Такое ж говно. Ну, нет. Да. Лех, я просто дико извиняюсь, но просто для информации, так сказать. На форуме написано, что вот эта вот штука где-то там по кейрбегу подключена к шторке, чтобы не стрельнул. Ну, надо аккумулятор, короче, снять там. Чтобы не стрель... Ну, подушку. Чтобы у Кантова не стрельнул сейчас. Ты форумная дрочила. Ну, я читал, там просто на форуме написано. Нет, нет, Сань, ты не форумная, ты форменная. Смотри. Все, все. Смотри, мы сейчас его снимаем. Да. Там на форуме есть точно эти габариты этой пружинки. Там толщина, там вся эта ботва. Мы относим, делаем пружинку, вставляем все, новый. Ты представляешь, ты вдумайся на какое-то Караилова. У тебя хз, ты разбираешь узел, изобретаешь пружинку. Что? Если у тебя есть на форуме все размеры и параметры этой пружины, что ты ее сразу не принес-то? Нахрена нам разбирать старый, чтобы ты принес пружину? Мы могли починить старый. Да. Мы сейчас тебе его сняли, отдали, и ты бы тут пружину снял. Я пытался, я же тебе говорю. Просто Стрэнджер сказал, что он меня отпиздит. Правильно сказал, кстати. Я поэтому думаю, сам сделаю за углом. Зачем мне нужно это? Ты уже сам дефлекторы поменял. Да, да, да. Пушка. Да, давай закроем, откроем. Не надо. Хватит. А то сейчас подушка стрельнет, вы же слышали. Саня, тут что-то горело. Это была сварочная проволока. Да просто у него замена крыла плановая была. Тошка. Плановая. Регламентная замена. А это в какое ТО входит, Сань? В 10-е. У этой машины, по-моему, 5000 было. А, ну, в принципе, каждые 5000 замена заднего правого крыла. А левого, Сань, когда меняют? Ее когда ввозили, короче, она засударена этим крылом чуть-чуть битой. А ее ввозили, она не ездила, да? Она только водится. Нет, конечно. Ее везли в 2012 году. Да, резисторы в подушке поставили, поэтому они не хлопнули, когда мы откручивали. Нет, диагностику проводил Стрэнджер, так что я уверен, что все хорошо. А резисторы поменял, да? Да. Все нормально должно быть. Почему они швы-то не обработали сварочные? Ну, так вот, просто интересно. Официально теперь, блядь, делаем? В смысле? Зачем? Зачем? Жизнь BMW короткая, но я, конечно... Ее разобьют раньше. Конечно. Ее раньше купит Шелихенмайер, нахрен ее обрабатывали. Такие вы, конечно, идите нахрен вообще. Офигенная тачка. Ну, было коцнуто чуть-чуть крылом. Так, так, так. А можешь чуть-чуть потолочек, чтобы не сломать, только его посмотреть? Там крыша мятая же, да? Да, да, да. Я смотрел все ее выплаты и ремонт. А аирбэков там нигде не было, а значит удар был. Да там у чурочек подешевле сделали. Только у официального дилера. Я тебе хочу заметить одну маленькую вещь. Обычно из Литвы, в частности из Каунуса, не отправляют отчеты по проделанному работу. Я тебе рассказываю. Машина ввозилась в Германию в 2012 году. Какая красивая легенда. Это подтвержден документ. Она что, немка? Не калининградка? Нет, нет, нет. Да, она не русская. А в Германию откуда? Из Латвии? Выпущена была. И куплена новая. Выдан ПТС, таможник, который соответственно в 2012 году получен. Все фотографии подтверждают, что машина была мятая, чуть крыло. И официальный дилер, куда ее привезли после таможни, поменял ей это крыло. Знаешь, на что похоже? Вот обычно такие истории. Ты сейчас как зомби рассказал историю перекупа. Я тебе сейчас, если документами это все подтвержу, то ты от меня таколупишься? Прям пена изо рта пошла. А тебе сколько документов напечатать? Сейчас вот пойду, я таких напечатаю и фотки какие-то приложу. Напечатать нужно на Гошу доказывать сейчас. В любой непонятной ситуации при чуть-чуть мятом крыле его меняют. Задние особенно. Чтоб не шпаклевать. Конечно. Конечно. Швы же не надо шпаклевать. Вот в мяте шпаклевать образование не позволяет, а швы же шпаклевать можно, да? Человек загорелся опять. Походу бомбонят. Видишь, замовильно все что-то сделали. Да, все хорошо сделано. На тот случай, когда сделано очень хорошо. Да, но природа все равно берет свое. Вот это? Да, да, видишь, он не заводской герметик. Да, 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 мне заводской пошел, да. Заводской Саня. И вот заводской герметик. Почувствуете разницу? Мы сразу знали, что это крыло Мениное еще в 12-13 году. Где никаких вопросов нет? Да, да. Все нормально? Тушечка, гоночка, пулеметчик. Уф. Уф, летать будет. А? Да, да, да. Там только ноздри мы выломали случайно спереди. Какие ноздри? Ну, там бампери были две ноздри. Вы или ты? Не, не я. Какие ноздри? Ну, там ноздря было и ее теперь нет. В смысле? Ну, как? Ты же отходил на две минуты. Как есть, только наоборот. А зачем? Радиатор посмотреть. Угу, что вы видели? Кроме кладбища домашних животных. Чистые. Чистые? Смотри, оса. Да, да, да. Пчелка еще есть. Да, да, да. Но она явно не литовская. Но на самом деле мы хотим поставить... Он же и в морду был битый? Он не был в морду битый. Мы сюда хотим сеточку поставить, чтобы не собирать больше все это говно. Ммм, красную? Нет, конечно, синюю. А, все, все, понял. Все, все, все. Теперь все стало на свои места. Выше поднимите эту крышку. Сань. Оу. Есть интересная проблема. Давай. Ну, как проблема? Не так проблема. Вопрос. Мы же любим квесты. Смотри. Здесь все на замечательном нерусском языке написано. Причем правильно сделано. Сделано в Мехико. Вот. А здесь мы видим какое-то... Ну, тоже сделано в Мехике написано. Но такое еще количество иероглифов. Ну, это для китайского рынка просто. Да, они дорогие просто. Не, просто в Мехике сделали. И когда BMW подписала договор с Китаем, ты возьми. На поставку новых автомобилей BMW. Вот. В два смычка можешь. Вот это потяжелее, это лучше. Ну что ж, ближе к моменту истины. Поставили с зеленой краской. И? Что-то пошло не так. Ммм, другой разъем. Это японский разъем. Ой, да ладно, не переживай, это Stranger. Он сейчас раз, два, три, четыре. А распиновка тоже японская? Не, не, не. Помнишь, как у тебя с фонариком было у них усик с другой стороны? А, да, да, да. То же самое. Они разъемы делают просто чуть-чуть другие. Вы уверены, да? А ты что, нет? Я что-то не уверен. А ты разъем хочешь переставить просто сейчас? Я вообще не хочу ничего переставлять. А хотите купить новый амортизатор, поставить и забыть. Ну, Сань, смотри. Поскольку японцы делают вещи. Да, японская вещь. Да, а немцы делают автомобили. То японская вещь не прижилась. Какая японская для китайского, блин. Китайская, да. А вы китайцы, как вы это поняли? Смотри, Гугли, хочешь я покажу? Сейчас смотри. Я видел где-то. Сейчас смотри, вот я делаю так, и хуяк все, все работает. Спорим? Давай. Смотри. Оп! А посвятите мне, пожалуйста. Да, пожалуйста, другой друг. Спасибо. Количество бро... Красный, серый, зеленый... А это масло, да, такая? Ну да, почему-то, блядь. Оголенная. Оголенная. Японцы. Вещи делают не машины. На китайском рынке она вот такая. Ага. Ну, мы ее можем оголить, правильно. Оголи. Знаешь, я что хочу сказать? Я никогда в жизни этого не делал. Как твой брат зовут? Валера. Эх, Валер, я хочу попросить тебе прощения за твоего брата. За что? Не так неловко. Неловко как это стоя? А что тебе не нравится-то? Нет, мне все нравится. Все нормально сейчас. Долбаный Краилов, надо было купить нормальный Мерседес. Может, такого же говяного цвета. Ну, во-первых, твой брат хотел Мерседес. Я не понял вообще зачем. Саня, под вашу ответственность я допилю. Да-да-да, под мою ответственность, конечно. Ответственности в те, конечно, просто как дырка от бублика. Шоконь натеребонькал. Я верю в Стрэнджера, он мне, блядь, из F10 такие вещи делал, блядь, из этой помойки делать такие вещи. Думаю, что это говна не сделает. Сейчас, блядь, там раз, два, три и все будет готово. Хороший разъемчик, да? Японцы, да, вообще красавчики? Да-да-да. Просто как они вообще таких в наших крейльщиков просто широком ставят. Да-да-да, японский. То есть вот так мы дорабатываем? Не, но если мы допилим разъем от амортизатора, то Саня скажет, что вернуть китайский амортизатор не получится, потому что разъем не тот. А, ты только что допилил разъем на машине? Я разъем на машине допилил, да. А-а-а, лайфхак. Валера, прости. Очень прости теперь. Я его верю до сих пор. Леха красавчик, это просто... Не надо никогда смотреть на как ли делается ремонт. Надо смотреть на результат. Ну что ж, кто ж нажмет эту кнопку? Я. Я. Леха? Наверное, надо еще. Не разработалось. Да. А его надо анонтировать, наверное, как ты считаешь? Тихо. Тихо-тихо, давай жми. А я где ключ от него? Стоп. Остановите. Давайте резинку заправим. Заправим. Вообще, мне кажется, цель не то, что достигнута, а произошло что-то противоположное. Спойлер. Автоматический привод крышки багажника, правый датчик холла, короткое замыкание. Автоматический привод крышки багажника, правый датчик холла 2, короткое замыкание. Ну что значит тихо? Не тот амортизатор, блядь, значит. Нет, в разъемчике, значит, что-то не то. Надо разъемчик подправить правильно. Ой, дурак. Бля, дурак. В натуре, а. Давайте. Саня, где поправляй? Саня, смотри, есть мысль, знаешь какая? Есть, офигенно. Ладно, хорошо. Давай послушаем. Стрейнджер может заправить. Давай сделаем так. Разбираем два амортизатора. И с японского переставляем пружинку в немецкий. Охеренный вариант. Нарывается? Да. Действует. Действуем. Леха, мы надо вместе. Вот так вот она разбирается, Лех. Вот сюда. Так, а вот нижняя часть, она типа держится на ней, да? Ну да. Леш, Леш, медься, медься, медься. Что пружинка вылетела? Отстрелила. Такой ты. Такой ты. Заговор. Заговор. Такой ты киселёк. Мормоны. Как и не мормоны, масоны. Мормоны. 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 Просто полное уничтожение. Тут уже явная резьба, да? Да, надо, конечно, подержать. Да, амортизатор 100 кг. Может ключ возьмём? А я держу немецкий, до последнего не хочу им отдавать. Тварь. Бук. Бук. Сломалась. Всё правильно. Так и есть. Да, пружина хрустнула. Ну что ж, осталось разобрать японский, потому что... О, здесь какой-то... Да, а может... Не может. Не может. Всё, разбираем японский. Но он не сжимается. Да? Он так же, если у него методом присаживания... А у тебя отработанная технология присаживания. Да, блин. Давай, Сань. Саня, присядь. Теперь садись на второй. Сейчас все подписчики ждут, когда ты присядешь. Саня присел на всех по очереди. Смотри, сколько запчастей от него. Да, запчастей действительно много, да. Давай, присаживайся. А, тут пружина полностью будет. Японская? Да-да-да, надо вдвоём садиться. Сергеич. Сергеич. Коллективное творчество. Сколько надо идиотов, чтобы разобрать. Всё. Всё, отпускай, Сань. Отпускай. Ааа. Еее. А? А? Руки-то. Где? Три дебилы, это сила. Целая. 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 А теперь сжимайте сами. Собирайте-то как хотите. Сука. Да. Валерик, что? Это... Валерик, руки свои. Слушай, стойте, стойте, стойте. При всём моём уважении. Да. Так она такая есть. Раз. Вот это вот всё переломанное, оно вот. Да-да-да. Вот ещё тебе. Можем подклеить. Да-да. Саша, ты обрати внимание как было бы приятно. Потрогай, она бархатная. Да? Да, она самая. О-о-о-о. Два стынителя. А чтобы тихо работала эта же BMW. Чтобы жар и не царапала. Да. Кстати, смотрите какая выработка, да, на этой штуке она работала. Да, блин. Прости. Видишь, как её пружинами пофигачило, ну, сломанными? Поэтому и бархатка. Слышь. Надо смазать просто всё и всё. Это наш, да? Тот японский. Нет, это японский. Это китайский, наш синий. Да, вот этот орига. Надо его собирать. Так, дым в трубу, дрова в исходное, пельмени разлепить. Держи, держишь? Да, я сам подержу. О, жали до конца. Вот, все. Надо держать. Нет, все, теперь собаки бери. Раз, два. Да жруда, подожди. Бля, не торчит ничего. Нет, все, ничего не торчит. Мне нравилась позиция, в принципе. Бля, несколько вопросов. Кто стоял у меня коленом на плене в спине? Так и думал, вот это он, бля. Блокеры, бля. Краильщики. Нет, ну он должен страдать, да, из всех? Да, да. Здесь присутствующих пострадать должен только он. Водитель BMW должен страдать. Нет. Водитель BMW, краильщик должен страдать гораздо больше. Да. Все, все, все. Все, все, все. Попал, попал. Уху. Красава, блин. Сервисная функция завершена. Момент истины, господа. Давай. Ну? Нажми что-нибудь, трейнджер. Подожди, не трогай. У тебя карма плохая. Давай мы нажмем. Нет? Нажимай, Сергеич. О, пошел. Ну, слышишь? Подожди, открой. Я понял. С этой стороны тоже пружина. Тоже самое, да? Закрой. Все-таки смазушка нужна там. Но я больше садиться не буду. Все работает? Стрейнджер, красава, блядь. Дай пятюню, братан. Да, ты чё ты. Ну, ты думаешь, помучился немножко. Сто сэкономил. А ты теперь ты мне дашь брать пятюню. За все? Так недорого? Только за. И меня еще отвезешь. Его к проктологу теперь. Прочишь лечение. Во-первых, господин Варштайнер тоже сегодня, Сергей, не в духе немножечко. Но, тем не менее, это финальный аккорд. Я не знаю, как у этого человека это получается. Шлихенмайер человек уникальный. Во всех автомобилях. Во всех. Просто во всех. Я не помню ни одного автомобиля, где бы он ни краил. И вот именно все вот это вот с помойки, говном, палками, пылесосными шлангами ходит, хватает за руки, за ноги. Но потом, по итогу, сука, все получается и работает. Это талант. Во всем этом прикрывает меня Стрэнджер, потому что. И поэтому я еще только на BMW. Это просто надо сказать, бригада. Тригада. Ну, собственно, подведем итог. Сколько стоил новый? Восемнадцать. Три, пять там. Восемнадцать? За три, пять ты купил бушный, да? За сколько? За пять. За пять. Остается тринадцать. Делаем скидочку. Двенадцать девятьсот, я думаю, со Шлихинмайера заработать. За работу. Честно. А ведь можно было все поменять за пять минут. Но зато он за замену нового бы тоже взял денег. То есть я еще здесь сэкономил тысячу. Новый ты бы сам поменял. Там два пыптика. Хотя нет, там еще у тебя подушки бы стрельнули еще. Ты бы еще форум мечтал, еще бы чем-нибудь закончилось. Но я говорил, что Стрэнджер красава. Ссылки будут до Стрэнджера в описании. Скидка уже есть, братан. Все нормально. Двенадцать девятьсот, поэтому не тринадцать. Это очень длинная серия. Давайте в финалочку с ними заткнитесь. Всем мира добра, удачи. До новых встреч. Пока. Никогда не делайте так, как Саня. Это как раз видеоконтент. Для того, чтобы вы понимали, что так делать не надо. Почему так дешевле? Не покупайте боевые. Саня точно потерял брата. Это конечно за такой момент. Проemitег個 Pickers.